итак ребята всем привет вы на канале буран гараж 35 и сегодня как я и говорил в прошлых сериях будем собирать два буранских мотора один поедет в тобольск другой поедет великий устик еще раз повторим закрепим материал по сравнению картера да то есть это у нас картер нового образца римовский оригинальный вот вторая половинка а вот стоит картер ну естественно тоже римовский оригинальный но просто-напросто предыдущих годов выпуска и картер у нас универсальный тер вообще не сверлился никогда с завода этот картер уже сверлен и был завода но римовцы так и не хотят ничего менять подумать как чтобы эти отверстия нормально работали в заводском исполнении они не работают потому что вот здесь стоит подшипник до стопорного кольца естественно стопорное кольцо стоит и стопорное кольцо обычно завода она вклеена на гермитос тут если есть какой-то зазор это максимум там вот зазор вот этот люфтик а этот люфтик у нас но на глаз парни это где-то четыре десятки максимум то есть через вот эти четыре десятки типа продуваться подшипник все это бред и чушь собачья 101 напишет в комментарии как сделать так чтобы отверстия работали сейчас я покажу вам как просверлить правильное отверстие но нужен еще один прикол кто заметит в этом видео то 1 напишет я вам в подарок отправлю комплект оригинальных заводских сальников вот так вот ну чисто кому не надо просто будут лежать на запас кому нужен для спорки двигателя понадобится для дворка видите напишите адрес я вам почта россия прав в следующем выпуске естественно мы их разыграем со стороны зажигания отверстия придется оставить в этом же месте почему объясняю вот берем сверлушка которая входит в сюда вот под место под болтик крепления зажигания вставляем сверло меряем глубину вытаскиваем его и подставляем примерно верно как она да насколько она заходит видите она канал просверлен глубиной дальше канавки под стопорное кольцо по этому этот канал просверлен здесь мимо то есть не по приливу вот как там приливчики езда или вот здесь видите какой большой прилив этот же картер если мы сравним да вот то есть сверление здесь глубину и на старом карте она различается примерно верно на 5 миллиметров можно помериться точно штангелем но плюс минус трамвайная остановка и так понятно то есть я объясняю просто суть на и вот эти картера новые парни вот это отверстие это отверстие или вообще не надо трогать или же мы его ну я его рассверлю то есть я я-то знаю как сверлить надо рассверли его сверлом пятеркой то есть в данном исполнении она у нас отверстие 3 миллиметра мы его просверлим пятерочка может быть шестеркой просверлю но его если будете рассверливать вот это именно отверстие можно высверлиться вот там полость шпильки вот этой то его если расширять то его на стараться расширять в ту сторону то есть в сторону подшипника получается а вот это отверстие как бы в принципе она расположена в нормальном месте как нам надо но мы его просто напросто сделаем больше сделаем отверстие примерно верно 7 миллиметров такое отверстие 7 миллиметров будет нормально работать и будет хорошо смазываться подшипник самый нагруженный со стороны вариатора этот же картер вообще сверлиться без всяких проблем то есть по вот этому приливу берете сверло там можно шестерку со стороны зажигания до со стороны зажигания восьмеркой можно сверлить со стороны вариатора и просто вот под большим углом плюс-минус вот под таким углом сверлить и и все даже можете не бояться как это у нас коленвал от мотора который поедет к паше в тобольск сторона вариатора пта то есть у нас здесь две соточки ну с копейкой две соточки этот вал я не трогал то есть он с коробки и принципе у его неплохой неплохое состояние то есть он новый заводской смотрим на шейку магнета то есть зажигание так здесь у нас четыре соточки четыре соточки как бы вроде парни это не в допуске дам но для такого двух составного балла это в принципе нормально смотрим что на середине на середине у нас тоже 33 с половиной сотки нормально и получается середина у нас вершина вот с этой стороны на вот здесь она метка поставлена на этом конце вершина получается с другой стороны потому что вот эти щеки вот эта щека и вот эта щека они относительно друг друга немножко провернуты почему именно вот эти две щеки провернуты потому что вот эта щека сделана вот эта щека вместе с валом сделана за одну установку то есть за одно целое и получится то есть я сейчас вот здесь если трону то есть уберу здесь биение то у меня биение появится на этой шейке и сразу не отходя от кассы этот в тобольск этот поедет великий устью сторона вариатора две соточки тоже серединка в районе 2 и сторона вариатора 33 по моему 3 до 3 сотки тут тоже неплохой вал то есть тоже трогать не буду идеально в этот раз все вообще зачетно то есть почему на проверять биение до валы поставляется вот в таких коробках просто вот кусочек пузырьковой пленки вот такой вот завод р.м. высокая не обнищаете если упакуете вал нормальную коробку и вот такая вот картонка по которой видно да что вот здесь вот вал лежал на полу грубо говоря он пролежал и когда возят транспортной компании вообще там обязательно надо проверять на биение потому что вы приезжает кривые то есть вот в такой коробке они в любом случае приедут кривые если это ладно от рыбинска до меня недалеко до 100 150 километров допустим если отправлять куда-то подальше там за 500 за 1000 километров нормальном живом состоянии любой транспортной компании какая бы она хорошая не было все равно будут перекладывать перекладывать обычно ну не очень аккуратно да и получается мы получаем кривой его поверьте мне что вроде бы это железяга выглядит массивная большая крепко но он по факту это очень как бы жидкий очень жидкий вот я рукой нажимаю да то есть то есть это я щеки сжимаю то есть палец проверну до щеки сжимаешь почти на сотку него его продавлю то есть кажется да все офигенно все крепко но по факту все коленвалы от любых моторов будь то там блин хоть того круче двигатель все равно вал коленчатый он он составной он никак на машинах до сделан из одной железяги он составной из блинов и он жидкий так все словами все начинаем упаковывать их в картер и будем выставлять зазоры в картерах для этого нам понадобятся регулировочные кольца они есть светлые есть темные принципиальной разницы в них нету темные 020 25 соток до 25 соток светлые 20 соток то есть две десятки и две с половиной десятки бывают еще колечки попадаются 015 но у меня 015 нету есть только такие все кольца желательно обстукивать то есть они вырублены из тонкого металла и у их обычно немножко загнут бортик поэтому чуть-чуть обстукиваем молоточком чтобы этот бортик ушел чтобы этот бортик нам не давал лишние там сотки так как валы у нас спрессованы и спрессовать их можно по-разному на каждом коленвале будет разный зазор в картере плюсом но картера они вот эти но образа уже делаются более точно то есть они практически все одинаковая которая старого образа картера вот как допустим вот стоят моторы да у их вот такой старый картер эти картера могут разниться там до пяти десяток размер именно под стопорные кольца колечки тоже бывают чуть разной толщины поэтому приготовлю вам два кольца на которых будет собран мотор регулировочные кольца я сделаю так одно черное с этой стороны другое черное с этой стороны одеваем подшипники подшипники у меня специально обученные они сделаны с прослабленной посадкой но это были новые подшипники вологодские 306 они без зазорные то есть зазора у их нету положил вал в картер поставил индикатор естественно стопорные кольца все на месте и лежит дверь гружевочной шайбы одна здесь с этой стороны друга с этой стороны смотрим на зазор в картере видно да тут невооруженным глазом что тут вам смотрите на этот зазор перемещается тут в районе где-то ну плюс-минус на глаз где-то полмиллиметра точно есть выставляем смотрим на индикатор что нам показывает индикатор какие гуру то есть у меня глаз вам масло я уже вижу и так пять десяток то на глаз я вижу получаться 5 с копейкой до пять десятых 50 можно сказать 55 соток это у нас картер не закрыты что дальше берем половинку у нас есть штифты 2 стягивать мы его не будем но на штифты мы его осадим то есть оставляем маленько зазорчик на штифты картер сел нам главное чтобы в кольцо стопорная прижимал ночь чем-то удерживаясь с верхней стороны смотрим и у нас зазор убавился и убавился значительно так если это ноль три с половиной десятки зазора три с половиной десятки зазора так получаем разбираем все снова снимаем вал у нас здесь лежат кольца по 0 25 0 25 вот эти колечки 02 я уже вот приготовил два колечка то есть мы вместо одному кольца 0 25 положим два кольца 0 по 02 и получим 04 при незакрытом картере в районе трех с половиной десяток берем половинку прикрываем ее прикрываем ее и получаем зазор самый офигительный это где-то в районе двух десяток чуть меньше не чуть меньше где-то в районе двух десяток есть идеальный зазор осевой зазор на коленчатого лагу в картере должен быть обязательно если его не будет то подшипники даже имея c3 зазор повышенной они просто-напросто будут зажаты будет больше трения подшипником не будет хватать смазки они будут больше греться соответственно выйдут быстро из строя обязательно нужно ставить на вал c3 зазор подшипники то есть вот есть маркировка на подшипнике c3 в конце это обозначает зазор c3 зазор это повышенный зазор то есть если вот слышно да то есть потрясти слышно что подшипник подшипник трясется имеет зазор то есть если взять его новый то есть он был вот такой да он ничего не трясется в нем он закрыт пыльниками он крутится плотненько тугонько но если его вскрыть вымыть всю смазку отсюда которая нам принципе не нужна то подшипник даже при вращении он имеет порядочный люфт зазор он должен быть то есть если зазора не будет то подшипники быстро выйдут из строя если взять вот как я говорил который у меня подшипники для регулировки картера они без зазор на то есть они вот вымыты на их трясешь и не ощущается тут никакого люфта это подшипники без зазор на их ставить на коленвал нельзя ни в коем случае их заклинит буквально за сезон просто-напросто они перегреются у их развалится сепаратор и пиздец вашему мотору одеваем подшипники на вал я грею газовой горелкой и блять только пацаны не пишите комментарии что там подшипнику придет пиздец от того что ты его греешь газовой горелкой у вас блять маразм головного мозга на если понятно дело то его до красна нагреешь ему конечно придет писец потому что подшипникова сталь но она отпустится просто-напросто но так и греть его не надо он греется градусов до 80 на на где-то так не больше 70 80 градусов нагреваем ну буквально сколько на секунд 20 может чуть побольше я обычно ориентируясь то есть начинаешь греть и подшипник на ем высыпается конденсат то есть да и пока этот конденсат не уйдет я прогреваю погреваем думаю достаточно принципе так сейчас чуть чуть побольше подогреем ничего с ним не будет то есть не слушайте никого или же можно нагревать на плитка на индукционной плитки допустим нагреть в воде можно скипятить но это уже старый метод вот нагретый подшипник берем знаете что забыл немножко на чуть-чуть мазнем чуть-чуть буквально полегче подшипник заходим было ну и все надписью наружу чтобы читалось так это по сути дела без разницы просто я так все идеально вошел никаких ударов сейчас он подостынет все он уже встал мертвым ну и воздух немножко обдуть чтобы он остыл ни в коем случае не делайте так чтобы например задавливать подшипники пресса это надо неправильно приведет к тому что вы согнете вал как я объяснял да вас составной у нас вы будете то есть чтобы 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 задавить подшипник прессом да вот сюда толком ничего не подложишь потому что тут видите как сделано да там потай сюда ничего не подставишь подставите вот сюда начнете давить подшипник имеет натяг хотя не он небольшой этот натяг да будете давить и за счет этого натяга подшипника вы просто-напросто сожмете вот эти две щеки и то что вы делали первоначально убирали там свое биение там пытались мучились до убирать биение убрали все идеально после того как вы даванули прессом у вас вот поставим поверьте мне на слово поставите на призмы его снова крутанете и вы получите биение там до пяти десяток и если не больше как-то так то есть подшипники лучше садить на горячую ни в коем случае то есть не забивать вот например у меня есть еще вот такая оправочка до дежурная я сейчас получается как возьму его в руки попрошу парней парни приехали но если бы один был то у коленвала есть этот бортик выступ и обычного так на стол ложишь его он упираться как бы в этот выступ то есть и чуть-чуть осадить до конца подшипник потому что может быть такое при остывании как будто и подшипник до конца посадил как надо но при остывании он может съехать сам по себе немножко подстучать можно но это надо именно или упереться вот в этот бортик то есть как вот у меня да то есть вал двигаться а если его упрешь то все идеально или же просто берете в руки вот так вот а второй человек аккуратненько стукнет вновь во внутреннюю обоим подшипника все ва у меня оба porsche на месте картерин обе обезжирены подготовленные сальники обезжиренные стопорные кольца все метизы обезжиренные все закрываем картер и потом покажу как работают наши просверленные отверстия схема затяжки то есть вот если так это у нас сторона вариатора все начинается от середины краям то есть момент затяжки 1 2 3 нет 1 2 3 4 потом 5 6 7 8 9 10 11 12 можно начать например 1 2 2 3 4 и хоть как чередуйте главное чтоб крест-накрест и от середины края сила затяжки по ньютон-метрам где-то в районе 20 23 ньютон-метров то есть это у нас крепеж м8 класс прочности 88 но так как мы крутим в алюминий то есть 20 максимум 25 ньютон-метров переворачиваем картер и будем проверять работоспособность наших отверстий которые мы доработали берем масленку начнем например со стороны зажигания то есть масло обычная да можно плюнуть сюда можно плюнуть туда то есть сколько мы бы его туда не качали она будет уходить смотрим с этой стороны то есть она даже мы не даже не можем наполнить наполнить нас масло сразу туда проскакивать это хорошечно вот видите масло мы брызгали в отверстие она у нас уже внизу картера и это замечательно да и вон там не из картера видно там уже есть мост слишком так дальше смазка на этом не заканчиваться берем этот же шприцовку блин снаружи то все блин и заталкиваем масло в шатун перевернем и с другой стороны бахнем и сюда маслишко немножко блин да что такое тут потекло слишком жидкое масло как у меня матюль двухтактный слишком жидкий и текет масло много не бывает она у нас парни выгорит в первом запуске все сгорит так так и еще нужно убедиться это вообще обязательно у нас есть так сейчас подсветочку бахнем вот так куда подсветочка включилась вот если обратите внимание между щекой картером и он у нас торчит лабиринт видите там есть есть щель то есть лабиринт у нас не прижался к коленчатому валу мы постучим линейка минимум пол миллиметра но с этой стороны чуть побольше а вот с этой стороны в районе полутора миллиметров щелочка видите лабиринт как бы получается торчит из картера но это по-другому никак не сделать так посажен средний подшипник на вал то есть зазор есть можно парни собрать так что лабиринт прижмется к щеке это будет вызывать очень большой нагрев щеки и по сути дела можно добиться такого результата что у вас даже вал провернет то есть перегреется щека и на нижнем или на нижнем пальце шатуна провернуться щелки или же средний средний вал провернется на щеке нефиг делать такое может быть или же может быть такое что лабиринт настолько будет греться сильно от него будет тепло передаваться на средний подшипник и средний подшипник заклинит то есть обязательно убедитесь в том чтобы лабиринты не бы не были прижаты к щекам это обязательно по отверстиям вот эти пропилы в лабиринтах по сути дела, по факту их можно ставить вообще в любом положении, можно разворачивать на 180 градусов относительно друг друга я всегда ставлю, чтобы эти отверстия вот эти выборки смотрели вверх вот видите, на этом лабиринте вот выборка на другом лабиринте еще лучше видно вот выборка, то есть они смотрят вверх подошли к тому моменту, поршни у нас установлены обязательно убеждайтесь, что установили все стопорные колечки и колечки стопорные, парни они должны установлены быть разрезом вниз смотреть ни в коем случае не ставьте, чтобы разрез колец был вбок вправо или влево смотрел, то есть обязательно должны кольца стоять разрезом вниз, все кольца почему? естественно да, цилиндропоршневая группа у нас имеет ход вверх-вниз при больших оборотах может получиться так, что если кольцо поставить разрывом в плоскости при больших оборотах просто-напросто может такое получиться кольцо сожмет и она выскочит поэтому кольца устанавливать правильно на поршневых кольцах обязательно нужно мерять даже на заводских кольцах нужно мерять зазор в цилиндрах подгонять его зазор можно делать 0,4 0,45 будет идеально то есть и кольца ставятся все у всех колец на любой технике есть маркировка и маркировка обозначает что она должна смотреть вверх обычно на иномарочных кольцах пишется топ надпись топ по-английски ну у АРМ своя маркировка полностью все подготовили прокладки не прокладки прокладки цилиндра и начинаем сборку с того момента что намажем впускной коллектор герметиком пока мы будем ставить цилиндры ну у меня уходит на это плюс-минус там в районе 50 минут за это время у нас герметик подсыхает он становится клейкий и мы вклеим впускные колечки предварительно я обычно делаю давно уже так делаю у меня вот такой специально обычный брусочек и как бы одеваю его сюда и колечки стоят они немножко растягиваются по выхлопному коллектору как вы видите да то есть его нету у меня я его никогда не ставлю и вам рекомендую то есть он устанавливается в самый последний момент то есть многие там мастера тоже да объясняют что надо сразу прикручивать в бусной коллектор и в бусной коллектор на буране этого делать не нужно почему конструктивно так сделано что в бусной коллектор и цилиндры сделаны на конус так вот нам надо сначала выровнять впускной коллектор так чтобы ну как бы впускным коллектором получаться мы выравниваем цилиндры на плоскости картера если же мы будем притягивать еще выпускной коллектор он может выпускные коллектора они часто кривые чуть дальше я вам покажу о чем я хотел ну о чем будет речь да то есть они часто кривые они могут относительно как бы да получаться коллектором вы немножко искривите цилиндры и впускной коллектор у вас настоящий не притянется поэтому выхлоп не ставим прикручиваться только впускной коллектор цилиндры продели аккуратненько не сломайте поршневые кольца следующее прокладки под головку цилиндра у нас имеют разную ширину металлического кольца то есть широким есть широкая часть есть более узкая часть более узкой частью ложится цилиндром широким головком головки чуть наживили все это время у нас сок герметик сок герметик берем наши колечки снимаем и сейчас увидите никаких вызывает много проблем у пацанок как деть эти колечки то есть они имеют такую же форму круглую но немножко как бы ну больше стали герметик уже такой более липкий стал и вклеиваем просто и сюда не смотрите на то что как бы герметика тут много но сейчас лишнее мы уберем лишнее уйдет лишнее уберется так первое есть второе если например не приклеиваться там с первого раза подождите еще немножко там минутки две-три еще подождите и все вклеится все будет поранить четенько не ставьте только есть просто в продаже есть продаются такие кольца квадратные короче они плохи часто с такими кольцами получаться подсос воздуха и моторы клинят ни один мотор уже такой делал что именно по основному коллектору из-за этих прокладок которые квадратные прокладка рвется отрезка отца они как бы толстый сделаны там прокладка отрезка отца и получается подсос воздуха мотор клинт с большим кольцом вообще никогда то есть проблем я думаю что ни у кого не должно быть все равно все четко встает так большое колечко есть все вообще идеально встало и маленькие колечки видите вот то есть они сейчас посмотрю хоть не вижу что снимаю они вклеились и они держатся ну вот оно например отлипает здесь чуть-чуть его там промазать и все будет идеально то что здесь большое количество герметика это все фигня оно там мы когда все на место поставим мы его там вытянем это все мы уберем и снаружи все уберем так еще обязательно надо убедиться в том что не сказал сразу да то есть у нас коллектор вкусной состоит из двух половинок и на убедиться в том что эти две половинки идеально сходятся друг с другом потому что есть такие коллектора особенно кооперативные которые производства просто в Рыбинске сделаны частниками они бывают не сходятся и их надо немножко подтачивать то есть это тоже надо убедиться ну естественно перед тем как намазывать герметиком уже не в процессе сборки все все идеально берем приготовлен митизики и обиваем коллектор надели прижали берем вторую половинку вторую половинку прижали вложим шайбочки драйверов и закручиваем наживили все хорошечно берем головку так первоначально смотрите поближе подставлю сейчас вас настрою вот так ну блин извините что потрясло вас так изначально подтягиваем вкусной коллектор но не сильно чуть-чуть подтянули чтобы он выровнялся если если припиливали я припиливаю постоянно коллектора выровняем выравниваем его так и подтягиваем маленько головку головки головки тянутся крест-накрест никогда не тяните одну сторону потому что головка когда затянете например вот эти две гайки сразу и потом будете тянуть дальние две гайки у вас головку или загнет а самое плохое она лопнет ну лопнуть не должна но загнуть ее можно начинаем подтягивать цилиндры так чуть-чуть подтянули буквально немножко так и подтягиваем до конца вкусной коллектор ну видите да герметик тоже пошел то есть сейчас у нас такое положение цилиндров что они как бы они притянуты но не сильно то есть грубо говоря вот эти гайки только-только нажереблены за счет того что у нас снизу прокладка подголовка и прокладка это все дело еще шевелится и нам надо сейчас впускным коллектором цилиндры выровнять чтобы впускной коллектор добиться того чтобы впускной коллектор идеально прижался к самим цилиндрам то есть впускной коллектор мы затягиваем до конца сейчас ну маленьким ключом так и протягиваем цилиндр все обтянули это на первый раз видите сколько герметика выдавило это сейчас мы все растворителем уберем и если заглянуть во впускной коллектор так сейчас сфокусируемся и если заглянуть впускной коллектор то там видите сколько герметика у нас выдавил это мы сейчас тоже все уберем уберем просто тряпочкой ну таким образом то есть вытрем все тряпку еще растворителем сделаем растворителем и все вытрем как-то так ждем минут думаю что 15 минут 15-20 и чуть-чуть еще дотянем головки потому что сейчас минут 15-20 постоит немножко осядут нижние прокладки под цилиндрами верхние прокладки чуть-чуть подсядут и возможно у нас подтянется сейчас занимаемся убираем герметик с опуском ребята у нас следующий день в первый день я стараюсь не опрессовывать никогда то есть если когда есть время потому что желательно не опрессовывать короче хотя бы если даже первый день когда после сборки сразу опрессовываешь нужно подождать хотя бы часик времени чтобы нормально и герметик нормально встал и да больше герметик чтобы стал нормально мотор сейчас у нас опрессован стоит под давлением если мипель нажать вот спускать сколько он у меня минут уже 10 точно стоит то есть мотор полностью герметичный нисколько не просто выскочил короче видели да давление ну такое нормально было пробку выдаю так все мотора присылался это замечательно и получается что у нас этот эта версия это мотор полу в тобольск еще раз повторюсь и он карбюраторами кони на dd охлаждение будет поэтому сейчас ставим стойку охлаждения весим все навесное запустимся тебе побежал где снимать так все установил уже он запущен получается запущен прогрелся зажигание попал нормально чем минут пять поработал принципе еще есть бензика вот столько ну половинку сейчас пусть постоит по работа от из работа традиционно запустим три разы когда а 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 у нас угол опережения отметка стоит вот так на 7 на показывать на 17 градусов это нормально потому что сейчас сделан еще большой холостой то есть естественно мотор новый он совсем маленьких холостых не работает пока ну это это и нормально он еще не притёрся при работа от собой отработать на более меньших холостых и угол будет где-то в районе 15-16 игрался как надо не по карбюратору микунию еще не говорил что этот самый у кого нету праймера подкачивающего насоса то вот этот пиптик он закрывается резинкой да якобычная выкручиваю отсюда штуцер и вкручиваю туда бог болтик на фиксатор резьбы чтобы не было отсюда подсоса воздуха вместо праймера вместо груши всем устанавливаю вазовского топливный насос это насос от вас 2108 08 восьмерка девятка он с прямыми штуцерами я уже видео говорил один пару раз что он когда идет с магазина с упаковки он перевернут на 180 градусов то есть вот у его есть стрелка видите да то стрелка у и он находится с этой стороны и показывает вверх просто откручиваем вот эти шесть болтиков переворачиваем на 180 градусов закручиваем обратно если же взять насос от вас 210107 он будет в его верхний штуцер такой же прямой а нижний вот так под 90 градусов уходит его переворачивать не надо но удобнее вот этот 08 он как бы шланги удобнее выходят в принципе все сейчас мы еще по работам маленько поработаем мы будем упаковывать готовить к отправке соберем мотор великий устюг в принципе будет все то же самое единственное что картер у нас остается старый он был универсальный с двухканальной системы продувки продувку и распилил просверлил отверстие десмаски крайних подшипников как вы видели так коленвал у меня уже подготовленные колечки регулировочные уже все вымеряем на вка в картере подшипники будет с кф с третьим зазором как и на том моторе тоже самое да подшипники новая только что помыто не обращайте на это внимание этот сет эти зазор так должно быть два подшипника поршни кольца пальцы сепараторы цилиндры и подпилена тоже вот картер прокладки все подготовлено и соберем мотору так стоит уже опрессованный временно прикрутил старый карбюратор потому что не мог поджать нормальный впускной патрубок можно спустить маленько стоит под давлением накидываем остальное навесное ставим стойка охлаждения кожуха охлаждения карбюратор выхлопной коллектор сейчас по выходному коллектору еще покажу какие они бывают кривые и почему его не нужно ставить изначально и будем парни запускать в врачом я вам парни хотел сказать что его нужно каждый раз после установки то есть вот допустим сейчас мы его притрем да он будет ровной плоскости ставим на мотор снимаю с мотора и он будет снова кривой поэтому чтобы у нас не текли прокладки не сопливило да его нужно притирать и видите да если посмотреть на его то его вот это ухо вообще нет не берет то есть вот это только законцовочка вот это а это ухо где-то плюс-минус более-менее еще нормально ровно если мы возьмем угольник не самый точный но посмотрите посмотрите какое здесь провал это сейчас на я будет еще вот сюда молотком вообще стукнуть и не молотком даже бля вообще кривой парни редко такие попадаются но попадается то есть этот коллектор на я вообще обязательно 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 притирать вот о чем я хотел вообще сказать то есть притирание до нужно обычно для того чтобы просто не текли прокладки потому что вот с таким с такой изогнутостью в любом случае прокладки будет течь вот но самое главное при сборке двигателя не ставьте выхлопной коллектор видите мотор полностью у меня собран и выхлопного коллектора тут не стоит я никогда их не ставлю вот по этой причине потому что они все кривые это заводской коллектор берешь новый заводской коллектор сейчасшнюю производство он все равно будет кривой то есть они сварные и после сварки их никто не фрезеруют если бы он был сварен а потом он установлен на фрезерный станок и фрезером прошлись бы по нему тогда да тут вопросов к этому не было бы вот таким кривым коллектором вы притянете цилиндры то есть изогнете грубо говоря цилиндры и впуск у вас не нормально не притянется поэтому я их никогда не ставлю сейчас будем шаркать это процедура нудная долга но мы сейчас его все равно сделаем так что он будет плюс-минус ровненький дырация проверяю все коллектора притираю поэтому как бы ну было такое попадались такие уже это не первый но очень кривой долго его придется сейчас выпрямлять пришерушивать ну и соответственно внутри по возможности всякими щеточками щеточками наждачкой вычистить нагар который там есть на гора бывает очень много тут тоже было много тут я уже все почистил и скажу еще не говорил в предыдущих видео говорил все время в этом видео не говорил по прокладкам выхлопа у нас есть узкая сторона железной окантовки и широкая сторона железной окантовки выхлопные окна сделаны технологические вот с такими поднутрениями да она не круглое поэтому широким местом вложим к цилиндру так как здесь у нас более ровная плоскость и маленькое кольцо здесь подожмет а а если положить наоборот да вот так вот широким к выхлопному коллектору то у нас просто напросто не перекрывает мало ну маленькая маленькая часть металлической окантовки не перекрывают вот эти поднутрения и прокладка будет моментально пропускать поэтому широким местом вложим к цилиндру вот так вот прокладки должны стоять это у нас все готово будем запускать мотор прикручен ну уже соответственно я уже все запускал прогрел подстроил зажигание ну и традиционно как обычно запустим три разик и все вроде бы и норме работа от сожигания попал не с первого раза под нас правило а на этом парни у нас будет все ждите следующих выпусков подписывайтесь на нашу группу вконтакте оценивайте это видео пишите свои комментарии обязательно пишите кто понял чтобы сделать картеры отверстия чтобы они работали пишите свой комментарий и вы будете может быть победителем все парни всем удачи всем пока катайтесь пацаны не ломайте скоро уже сезон подготавливать свою технику а